Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем разговаривать об анаполоне, о его, соответственно, первых выраженных трех эффектах побочных. Как я уже говорил, основная тема выпусков у меня сейчас будет именно побочные эффекты анаболических препаратов. Разбираем анализы крови, думаем, как с ними бороться и взвешиваемся за и против. А надо ли оно вам вообще использовать данный конкретный анаболический препарат? И давайте посмотрим. Три главных эффекта сегодня у нас будет на данный момент у анаполона. Это токсичность, это возможный рост ПСА, ДГТ, соответственно, рост. Обсудим, возможен ли рост, соответственно, на анаполоне, эстрогена и пролактина. А также узнаем, в чем коварен анаполон в плане задержки жидкости. Что с ним не так в этом плане? Прежде чем мы начнем обсуждать все эти темы подробнее, давайте же решим вот какую вещь. А зачем нам оно, в принципе, вообще надо применять анаполон? И помимо того, что вы хотите быть большим, сильным, мускулистым дядькой, соответственно, анаполон нужно и возможно применять в плане реабилитации. При различных остеопорозах, последствиях переломов, когда человек очень долго лежал, снизилась мышечная масса, может быть, не столько лежал, сколько была бездвижна одна-две конечности, условно, да. И вот он решил восстановить мышечную массу, решил. Соответственно, может быть, остынее по какому-то поводу у него возникло. И вот для всех этих тем, соответственно, анаполон очень ускоренно может, соответственно, создать вашу реабилитацию. Также он применим у ВИЧ-инфицированных. Но про ВИЧ, я надеюсь, вот как-нибудь выдастся у меня времени больше. Я вообще, наверное, отдельный плейлист создам и буду про все это снимать. Это безумно интересная тема. Вот, поэтому про ВИЧ мы еще поговорим, потому что там куча оговорок на те же побочные эффекты, когда и с кем, и как он применим. Вот, а сейчас, соответственно, давайте определимся, что он вам даст как качкам, как спортсменам. Он вам даст доханье миллион жидкости. Очень-очень много жидкости вам даст анаполон. И таким образом, раз анаполон дает вам очень-очень много жидкости, формируется мнение, формируется эго, что анаполон, соответственно, дает прибавку в мышечной массе колоссальную. Но это не совсем так, дорогие друзья. Анаполон просто задерживает воду, как и метан. И, соответственно, получается, что вы, ну, в общем-то, когда сливаетесь, когда просушиваетесь, нет этой массы. Но за счет того, что он задерживает жидкость и в целом, в целом, очень-очень неплохо проявляет свои анаболические действия, он, конечно же, повышает силовые. Таким образом, если вы бодибилдер, то анаполон вам, как минимум, в этап сушки противопоказан. Или даже если вы просто хотите летом походить не таким залитым пирожочком. Вот. А если вы пауэр-лидер, тем более вы готовитесь к соревнованиям, вот здесь анаполон вам очень серьезно может помочь. Сразу говорю вам, что я не рассматриваю применение анаполона соло даже в реабилитации ввиду широкого спектра побочных эффектов данного препарата и огромной задержки жидкости. И давайте же начнем с чего мы начинали видео. И с первого побочного эффекта. Это токсичность. Я знаю, что на просторах интернета принято сдавать только АЛАТ и АСАД. Но я призываю вас делать у ЗИ брюшной полости гамма-ГТ и билирубины. Подробный список, соответственно, всех этих печеночных маркеров вы можете наблюдать на экране, дорогие друзья, и спокойненько его себе переписать. Также я рекомендую сдавать липидные профили, если вы не знаете, что входит в липидный профиль. Это триглицериды, холестерин общий, липопротериды высокой и низкой плотности. Вот если вы, соответственно, этих моментов не знаете, то списочек на экране вы можете себе его переписать куда-нибудь и, соответственно, сдавать, следить. И с анаполоном это очень важно, потому что токсичные препараты, в свою очередь, да, действуют на печень, печень, в свою очередь, соответственно, портит нам липидку, обижаясь, что мы ее так огорчаем приемом анаполона. Значит, у ЗИ брюшной полости я вам сказал, билирубины вы не забыли, и по поводу теперь липидного профиля более подробно. Соответственно, так как на просторах интернета, очень-очень любят советовать применять гитрал, когда, соответственно, у вас идет всякие эти интоксикации, побочные эффекты с печенью. В общем, там такая специфическая биохимия идет. Кому интересно, почему так, это нужно снять отдельный выпуск, почему гитрал нежелательно применять с анаболическими стероидами, потому что чаще всего вы его, особенно когда применяете там внутримышечно, там есть разница между внутримышечной и когда, соответственно, вы его напрямую внутривенно вводите. Если вы его вводите внутримышечно особенно, это все может сказываться на росте плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности. Поэтому изначально не стоит сетовать на гитрал. Напишите мне в комментариях, кто уже колол себе гитрал и у кого выросли липопротеиды низкой плотности или, может быть, триглицериды начали расти. У гитрала есть влияние на метианин и, соответственно, гомоцистиин. И это еще влияет вообще в целом на сосудистый спектр и, соответственно, сердечно-сосудистые всякие проблемы. Поэтому в сочетании с приемом анаболических стероидов и гитрала не всегда польза очевидна, потому что, ну, соответственно, вообще, если вы применяете анаболон гомоцистин, тоже было бы неплохо сдать, кстати говоря. Вот. И это как маркер, один из маркеров вообще вашего гомеостаза. Да. Вот. И не стоит, не стоит, так скажем, забывать про такой вот анализ, потому что все это разрушает вашу сердечно-сосудистую систему. И вот так вот, грубо говоря, мы от печени плавно переходим к сердечно-сосудистой системе. Это еще не затрагивает, как анаболон может повлиять на цикл кревца в итоге. И все это в итоге может быть негативно. Просто из-за того, что у анаболона специфическое влияние, даже вот исходя из моего клинического опыта, на липидный профиль и на гомоцистиин. Опять же, ну не у всех пациентов, но у многих такое бывает. Исследований недостаточно официальных, поэтому приходится пользоваться и личностным опытом в том числе. Теперь плавно переходим к различным андрогенам и не только. Ну, дигидроцетеронно с ДГТ растет окей, пускай растет, соответственно, мы его контролируем. И если он вырастает больше положенного, то лучше его скорректировать. Также и ПСА. Ну, если оно еще в пределах референсных значений еще куда не шло, но если оно растет, а ПСА свободно общий сдаем, вот, значит, то мы его, конечно же, тормозим. Но растет ПСА обычно не в отрыве от ДГТ. С эстрогеном, пролактином все неоднозначно. Очень много разных данных. Кто-то говорит, эстроген больше растет, кто-то говорит, пролактин больше растет. И в совокупности, так как мы не рассматриваемые профессионалы, конечно, не делают вот эти вот курсы Анаполона Соло, и все равно есть тестостерон, поэтому вам все равно надо сдавать, соответственно, эстроген. И на всякий случай желательно было бы сдавать пролактин, поэтому вы, ну, давайте так, вы берете серьезный препарат с серьезными побочными эффектами. Поэтому подход должен быть серьезный, нужно не полениться и сдать эстрадиол и пролактин. Если у вас нет на Анаполоне повышения, не будет эстрадиола и пролактина, ну, и слава богу, и хорошо. Потому что вот это вот доказывание в комментариях, что, а вы знаете, какой-то препарат там не конвертируется в эстроген, а что-то конвертируется, я уж молчу о том, что просто препараты, купленные не у известных источников, не у проверенных, они еще и могут всячески разбавляться и делать с нарушениями технологий, там, и вообще под видом Анаполона очень часто метан продают. Вот. И, соответственно, другое дело, что даже если, соответственно, Анаполон рабочий и все это рабочее, все это в современном, да, мире плохо изучено. Современными технологиями это все было изучено очень-очень давно использовалось. Поэтому лучше перестраховываться и не рисковать. Так что, дорогие друзья, пролактин и эстрадиол не ленимся мерить. Так что еще и нет данных за прогестерон, поэтому, ну, на всякий случай, я бы лично чисто своему человеку, вот, которого бы я вел, любил, обожал, я бы, конечно, прогестерончик бы посмотрел. Так что думайте сами, решайте сами, смотреть или не смотреть. И мы плавно переходим к жидкости, дорогие друзья. Огромное влияние на нефрологию. Поэтому мы смотрим, делаем ленин-альдостероновую пробу. Там еще в УЗИ у нас завалялась информация по почкам. Это нам тоже пригодится. Мы делаем, так ли не надо, ленин-альдостероновую пробу сказал, калий, магний, кальций ионизированный. Смотрим, все это влияет в микроэлементы, да, на наш и водно-солевой баланс, и диурез, и так далее, на задержку жидкости. В общем, вы поняли. Вот, значит, дальше магний я назвал. Натрий, калий, кальций, ну, хлор можно сдать, калий. Вот, в общем-то, полный список у вас на экране сейчас появится. Значит, в чем смысл? В основном идет влияние кальция, магния и калия на задержку жидкости. И потому, как они там будут между собой балансировать, можно, ну, предупредить и сказать, а, ну, и натрий, конечно же, да, вот, о влиянии на сердечно-сосудистую систему, о критичных каких-то значениях, и очень часто повышается натрий. Повышение натрия, дорогие друзья, это очень плохо. Это давление, это гипертония, это в целом нехорошо, и поэтому, дорогие друзья, это всегда проблема сердечно-сосудистой системы. Так же, как и нарушение ленина-глестеронового соотношения, так же, как и вообще вся нефрология. Где тонко, там рвется. Поэтому мы смотрим, где у нас проблема, и начинаем ее решать. В случае, если от приема на баллон спортсмен не может отказаться, потому что это ему жизненно необходимо для его соревнований каких-либо. Но обычно можно, как минимум, отменить препараты, уже облегчить состояние. Однако надо учитывать то, что эти состояния бывают, что и так быстро сами не проходят, и нам нужно все равно помочь организму справиться с тем нарушением, с тем побочным эффектом, которое произошло в результате приема на баллон. Поэтому нужно не заниматься ерундой и не ограничивать себя в анализах, соответственно, в плане того, что вот сдам на эстроген и сдам на аллатасад, потому что кто-то где-то так написал. Все остальное смотреть не буду. Нет, нужно смотреть полностью ваш гомеостаз, учитывать все возможные побочные эффекты, не только от приема на баллон, но и в вашем анамнезе. И, соответственно, так скажем, проводить параллель между вашими заболеваниями и анаполоном. Может ли анаполон нанести вред вашим заболеваниям? Например, если у вас был гипертиреоз, прием анаболических стероидов в целом нежелательный. Вообще, кстати, мы можем поговорить о приеме анаболических стероидов и каких-либо заболеваний, с которыми их нежелательно употреблять. Напишите мне в комментариях, интересно ли вам такая тема. Дорогие друзья, еще что хотелось бы вам сказать. Сейчас появилась новая акция. Я могу посылать вам персонально чек-листы на лабораторию, при условии, что вы пользуетесь лабораторией Гематест. Вот, скачивайте специализированное приложение для этого, присылайте мне ваш номер телефона обязательно, а то я знаю этих шифровальщиков, некоторые там добавляются. Ребята, это, кстати, неприлично добавляться, когда у вас ни аватарки, никого, просто в Телеграм добавляется пустой контакт абсолютно. И говорит, а вот вы не могли бы мне все совершенно бесплатно, все секреты рассказать и на все вопросы ответить. Ну, такого не бывает, дорогие друзья. Давайте не будем страдать ерундой. А вместо этого будем эффективно взаимодействовать. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я всех вас жду на своих онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok